Омагьяна-тимиранда-сягьянам джарна-шалакая чакшурун-милитам яна-тасмай Шри-гураве-намаха Шри-чейтанья-манобиштам стапитам яна-бутале свайам-рупа-кадамах-ям-дадати-свападантикам ванды-хам Шри-гурах-Шри-юта-падакамалан Шри-гурун-вайш-навам-шча Шри-рупам-саграджатам-сахагана-рагуна-танбитам садвайтам-савадутам парижана-сахитам Кршна-четанья-девам Шри-радха-кршна-падан сахагана-лалита Шри-вишакан-витам-шча Хе-кршна-каруна-синдхо-динабандхо Ягат-пате-гопиша-гопика-канта Радх-канта-намостуте Дапта-канчана-горангирадхе Вриндаванишвари Шри-радхи-ра-щна-кришна-кришна-харе-харе Шри Гурунди Натарханам. Сегодня происходит заключительная часть дикши посвящения. В течение нескольких дней Шрила Бхакти Вигенга Свами Махарадж давал первое и второе посвящения. Также Бхакти Бхагаватамрита Кеша Махарадж также дал несколько посвящений, да? несколько посвящений Ващнау, Ващнаве. И собственно инициация уже состоялась. Она состоялась в тот момент, когда вы давали обеты, когда вы получали ваши святые, ваши четкие, ваши духовные имена. В этот момент духовный учитель от имени Гуру Парампары принимал вас в число своих инициированных учеников и Шрила Прабхупада в одной из лекций объясняет еще более глубокий смысл. Он говорит, что в этот момент духовный учитель вводит своих учеников в обмен на их обеты. И даже не в обетах смысл, а в обязательстве, даже более глубоко, если сказать, в обязательстве, следовать отныне указаниям Гуру Парампары, указаниям Господа Кришны, приходящим к нам через духовного учителя и через его представителей. В обмен на это дикша-калы-бхакта-кари-атма-самар-пан, когда преданный ващнав или ващнави вручают себя Гуру Парампари через прозрачные посредства духовного учителя, в этот момент сей-кали, в тот самый момент Кришна-кари-тари-атма-сам, Господь Кришна начинает принимать этого преданного, вручившего себя духовному учителю, как равного себе атма-сам. И в следующем стихе Кришна даст каверяш Госвами устами Господа читания Махаправу говорит, что это значит. Это значит, что в этот момент Господь Кришна соглашается считать тело, ум и речь такого преданного ващнава или ващнави достаточно чистыми для того, чтобы оказывать ему служение лично. И Шиллопрапада объясняет, что в этот момент не только он принимает своих учеников, духовных учителей, этих преданных число своих инициативных учеников, но он вводит их в семью Кришны. Шиллопрапада говорит, что у Господа Кришна есть семья, в которой он Ахамбиджа Прадапита Я отец, дающий семя. Все его, все живые существа его сыновья, члены его семьи. И эту семью Шиллопрапада называет Ачюта Готра. Готра или семья принадлежащий Ачути непогрешимому Господу. Вернее, даже непогрешимому, Ачют означает тот, кто никогда не подводит своих преданных, тот, кто никогда не отклоняется от своей самой глубинной природы, всегда и во всем оставаться на стороне своих преданных, поддерживать их и жить их благом. Вот в эту семью, говорит Шиллопрапада, духовную числю вводит своих учеников в момент дикши. Именно поэтому Шиллопрапада подчеркивает неоднократно, без посвящения духовного учителя духовная жизнь даже не может начаться толком. Она начинается в тот момент, когда мы обязуемся связать себя с гуру-парампорой через прозрачное представительство духовного учителя, а со своей стороны духовного учителя отныне обязуется выступать нашим, как это называется, тот, кто с ходатайствами выступает, протеже, нет, протеже это мы, а он представитель, а тот, кто выступает с ходатайствами от нашего имени перед Верховным Господом. Тот может ему сказать, да, я понимаю, что у них есть много недостатков, что у них есть много изъянов, но поскольку они приняли прибежище у меня, и я теперь отныне беру на себя ответственность за то, как они будут служить тебе, Господь, пожалуйста, принимай их служение как полноценное, авансом. И возникает вопрос, а где этот момент? Где этот момент времени, когда это случается? Сейчас, когда вы расселись перед этой замечательной ареной для жертвопоношения, сейчас звучат мантры, вы бросите зерна в огонь и бананы или какие другие фрукты положите туда, в этот ли момент происходит дикшу? Шрил Пропада в одном из писем своим ученикам, которые долго ждали его приезда в Сан-Франциско, пишет им в ответ на их просьбу приехать поскорей следующие слова, очень важные, я хотел их прочитать в качестве понимания, в качестве объяснения того, что происходит в этот момент. Шрил Пропада пишет это письмо от 68-го года, 19 августа 68-го года. что касается моего приезда в Сан-Франциско, я уже написал на этот счет Джайананди, я всегда жду возможности приехать туда, но поскольку возникло множество неотложных программ, пожалуйста, попроси от моего имени, он пишет Тамал Кришни, Махаражу, попроси от моего имени всех преданных набраться терпения, между тем, наслаждаясь воспеванием Харе Кришна. Это повторение Харе Кришна наше главное занятие, оно истинная инициация. И поскольку все вы следуете моему наставлению, в этом смысле тот, кто дает инициацию, у вас уже есть. Теперь следующая инициация будет проведена как официальная церемония и разумеется, эта церемония также имеет ценность, поскольку имя, святое имя будет вручено ученику от усинической преемственности и потому она, эта церемония имеет ценность. Но несмотря на это, поскольку вы продолжаете воспевание, пожалуйста, продолжайте заниматься этим воспеванием искренне, если будет на то воля Кришна, я очень скоро посещу вас. Я уже написал об этом Джайананди, так что наберитесь терпения. Молитесь Кришне, чтобы я посетил вас как можно скорее. Товарищ Иллапрападо говорит здесь, подчеркиваю, о глубинной природе посвящения. Это посвящение происходит, когда мы принимаем обет. Госвами Махараш говорил об этих обетах, очень важное. Подчеркивал, что именно момент обета или враты, как бы весь ход, движение, судьбы, того, кто этот обет дает, меняется. Это вдвойне применимо к духовной жизни, потому что в этот момент мы, давая свои обеты, полагаемся на помощь Верховного Господа в осуществлении этих обетов. Сами мы эти обеты выполнить не будем в состоянии. Но если мы заручимся поддержкой духовного учителя, его наставлений, то мы можем быть уверены в том, что Господь будет во всем помогать нам. И даже те препятствия, которые встанут на нашем пути, они станут для нас ступенями, ведущими к прогрессу. Мы будем опираясь на них, подниматься все выше и выше. Так вот, эта церемония, которую мы проводим сейчас, она является завершением, так сказать, официальным подписанием контракта между Духовным Учителем и Кришной. Три стороны контракта. Духовный Учитель, Кришна и Вы все участники, участницы этой церемонии. И в этот момент, как об этом говорит Господь Кришна, давайте я прочитаю эти слова из читания Чиритамриты. Господь читания Махапрабхума говорит Время посвящения, когда преданное полностью предается служению Господу Атмоса Марпана. Господь Кришна принимает его как равного себе. Таким образом, когда тело преданного преображается в духовное, благодаря процессу дикши, в этом трансцендентном теле преданное выполняет служение лотосным стопам Господом. Шрила Пропада также неоднократно давал комментарии во время посвящения, он давал часто посвящение ученикам, и очень часто на этом посвящении говорил в это время этого посвящения говорил какой-то ведический знак показывает Гамбиры Прабуштавасилу, надо завершать. Он говорил о том, что строго говоря, вы все не имеете права получать посвящение, особенно вторые посвящения. Брамагайтр — это не для вас. Для того, чтобы получить Брамагайтр, необходимо родиться в семье Брамуна, который с самого рождения уже пригоден для этой браманической деятельности. Но Шрила Пропада также ссылался на слова некоторых оппонентов в Индии, которые критиковали его за то, что он давал Брамагайтре, млечхам, яванам и людям, рожденным в семьях, совершенно непригодных для духовной практики. Пропада сказал, эти люди говорят, что вы не можете получать посвящение, вы должны для этого родиться в семье, снова родиться в семье Брамуна. И они правы, Пропадный говорит, так и есть, они правы. В этом теле вы служить Крише не можете. Но, он говорит, когда вы получаете посвящение, исцелаясь на эти слова, шечетания Махапрага, в этот момент, этих млечх и яванов, и неприкасаемых, чандалов, больше нет. Был чандал и нет. Вы рождаете заново. Вот ваше второе рождение. Вы рождаетесь по милости духовного учителя. Поэтому, теперь, родившись заново, через процесс атмоса Марпаны, посвящения себя наставлением духовному учителю, в этот момент вы становитесь пригодны для того, чтобы получать дикшу, потому что вы родились заново. Прежнего бакты или бактин, таких-то и этаких-то нет. Теперь вы родились, как в этом стихе, ваше читание Махапрагу, говорит, получив духовное, преображение, одухотворенное тело. И теперь Господь Кришна соглашается принимать служение из ваших рук. И вместе с этим согласием Кришне приходит и ответственность. Теперь Господь Кришна уже не будет делать скидок на то, что вы не знали, не умели, не хотели и не были пригодны. Все. Все со стороны духовного учителя Кришны, духовного учителя Кришны было вам дано. Теперь шаг за вами. Все препятствия с их стороны или препятствия даже со стороны нашей неисправимой кармы были сняты в тот момент, когда духовный учитель принял вас в число своих учеников или учениц. Теперь с их стороны нет никаких препятствий. Единственное препятствие, как мы очень скоро узнаем, многие из вас, и это будет главным составляющим вашей духовной жизни. Главное препятствие или единственное препятствие, которое стоит между мной и Кришной, это я. И вот над этим нам нужно будет работать. С момента дикшей инициации начинается серьезная духовная жизнь. И вместе с усилиями, которые вы будете прилагать, плодотворными усилиями, будут приходить осуществимые духовные результаты. И поэтому в следующем стихе, о котором я закончу, Шичитане Махапрабу цитирует стих из Шиманбхагаватана, в котором Господь Кришна описывает ценность или важность инициации. Господь Читане говорит. Перевод. «Живое существо, вынужденное рождаться и умирать, отказавшись от всякой материальной деятельности, достигает бессмертия, посвятив свою жизнь исполнению моих указаний и действует в соответствии с моими наставлениями. Так оно получает возможность наслаждаться духовным блаженством нектару любви вместе со мной». И комментарий Шива Прабхупады. Это цитата из Шиманбхагаватана, 11, 29, 34. «Во время посвящения преданный отрекается от всех своих материальных представлений. Так, находясь на трансцендентном уровне, он общается с верховной личностью Бога. Достигший знаний духовного уровня, он всегда занят в служении духовному телу Кришны. По духовным телам Кришна имеет в свою виду два тела. У Господа Кришны два тела, и вы получаете доступ к служению обоим телам. Первое тело, как об этом говорится в шестой песне Шиманбхагаватана, оба тела описываются в одном стихе, где говорится «Шабда Брама пара Брама, мамобиша шватитану». «У меня есть два трансцендентных тела», говорит Господь Санкаршин и Читракету. Одно из них – это тело Божества, и второе тело – тело трансцендентного звука. Вы получаете доступ к поклонению Господу Кришны в обоих этих телах в форме трансцендентного звука. И теперь Святое Имя Господа с доверием пришло к вам в вашу жизнь, потому что Духовничитель попросил его «Пожалуйста, приди в жизнь этого преданного, полностью упроюсь в нем и очисти его от всего того, что мешает ему или ей развить чувство любовь к Кришне». И второе – трансцендентное тело, это тело Божества, и это также часть Самскары, Дикши, Дикши Самскары, особенно для тех из вас, кто получает второе посвящение. С этого момента Духовничитель дает вам, вручает вам самое дорогое, что у него есть, помимо Святого Имени, это Сам Кришна. Он поручает, доверяет вам, Кришну, вашим заботам и верит в то, что вы сможете позаботиться о Нем так же, как если бы Он сам ему служил через вас. Ишио Пропада продолжает. «Когда человек таким образом освобождается от материальных привязанностей, его тело становится духовным, и Кришна принимает его служение. Однако Кришна ничего не примет от человека с материальными представлениями о жизни. Когда преданый окончательно теряет интерес к удовлетворению материальных чувств, он начинает служить Господу в своем духовном теле, пробудив от сна свое духовное сознание. Это пробуждение духовного сознания делает его тело духовным, и так оно получает возможность выполнять служение Господу. Карми могут считать тело преданного материальным, но это не так. Материальные наслаждения для преданного не имеют никакой ценности». Как вам? Очень высокая планка, да? Шил Прабхана говорит. Однажды он приехал в Гонконг, где проповедовала его, семейная пара его учеников, Буриджан Прабуэматэш Джагатарини. И он, как положено, гуру, об этом Бхактиви Ганга с вами Махараш говорил, отругал их за то, что они постепенно снижали духовные стандарты, и спросил у Буриджана, почему так тяжело трудишь, зачем тебе так тяжело трудиться, ходить на работу. Он сказал, ну как, вот у меня жена, а жена его, Джагатарини Матажи, была в свое время кинозвездой из Австралии. Она была звездой киноэкрана, очень известной актрисой, соответствующей внешности. А Буриджан был из образованной семьи из Нью-Йорка. Они не видят друг друга, они вот так вот поженились, до сих пор живут счастливо. Бывает такое. И он сказал, ну вот я должен о жене заботиться, должен ей покупать украшения. Прабхана посмотрел на нее, сказал, украшения? Ей не нужны украшения. И Джагатарина Матажа вспоминает, что в этот момент все ее существование возопило. Мне не нужны украшения. Но постепенно, по милости и духовному учительу, она поняла, что у нее в украшениях цель ее жизни. Хотя, приятно. Прабхана пишет здесь, задает нам планку, что материальное наслаждение для преданного не имеет никакой ценности. Это означает, что дай нам волю, дай нам возможность выбора, скажи нам, дорогой преданный, дорогая преданная, вот что вы хотели бы достичь в вашей жизни? Мы должны захотеть искренне. Я хочу полностью избавиться от всех материальных наслаждений, стремления к ним, и достичь счастья любви Кришны. Вот такая вера и такая устремленность должны у нас жить. Это квалифицирует нас, как вайшнавов. Прабхана завершает комментарий, говоря, если кто-то полагает, что тело чистого, преданного материально, то он совершает оскорбление, потому что это вайшнава аппарада. Более подробно этот вопрос рассматривается в Брихат-Бхагаватамрите Шрила Санатна и Госвами. Итак, Шрила Прабхана говорит в этом стихе, в комментарии, о том, что инициация – это момент полного духовотворения вашей духовной жизни, в которой вы вместе с вашим духовным учителем и с Господом Кришной трудитесь над одной целью. Они делают большую часть работы, 99,9%. Единственное, что нужно сделать для нас, нам – это пользуясь их наставлением и поддерживать себе желание. Желание стать теми, кем они хотели бы нас видеть. И делать для этого минимум работы, которую они оставили для нас. Повторять святые имена внимательно, не менее 16 кругов каждый день, на четках. Слушать и считать, нашим Бхагаватам, общаться с преданными в меру своих способностей поклоняться Божествам, превратить свое место жительства в святое место и проповедовать, насколько мы можем. Так, откликаясь на наши скромные попытки в служении, им Господь Кришна и Духовный Учитель совместно освободят и освобождают своих учеников от круговорота рождения и смерти. И приходят к нам гораздо раньше, чем мы того заслуживаем и чем мы ожидаем. Для этого не нужно дожидаться момента смерти. Совсем. Шрила Прабхупада говорит об этом также в одной из лекций. Он говорит, когда вы получаете посвящение, продолжаете питать росток преданности, слушанием, воспеванием о Кришне, Кришна приходит сам в вашу жизнь. Вы можете общаться с Ним каждый день в звуках Шримадбхагаватам, в звуках Святого Имени. Он говорит, для вас смерть в момент инициации умирает. Нет больше смерти. Нет больше смерти. Просто формальность. Формальность. Ну да, положено как бы умирать. И преданная ей эту формальность выполняет. Достаточно прилежно. Но он говорит, это просто формальность. Вы просто закрываете глаза здесь и открываете там. Немедленно, говорит Прабхупада, немедленно. О, я с Кришной. Он вот два раза повторяет эти ключевые моменты. Я с Кришной, я с Кришной. Немедленно, немедленно. Нет больше смерти. Нет больше смерти. Если вы просто посвящаете себя той жизни, которую прописал вам заботливый духовный учитель. И дальше Прабхупада оговаривается. Ну, ничего не испортите, пожалуйста. Не надо испортить. Вы пообещали, ну вот, перед огнем, перед духовным учителем, перед ващна вами, перед божествами. Я обещаю то, обещаю это. А потом, через какое-то время будете думать, ну, подумаешь, обещать. Дай-ка я нарушу. Прабхупада говорит, не делайте этого. Не делайте это снова два раза. Не делайте это. Вы не лишайте себя возможности. Вы стоите на пороге бессмертия. Не лишайте себя возможности того, что приходят вам все эти простые и действия на методы преданного служения, подкрепленные посвящением. Вот в этом смысл этой самскары, чтобы теперь в течение последующих вашей жизни, до ваших последних дней, до последних дней вашего тела в этом мире вы могли бы помнить о том, как духовный учитель вот на этом фестивале принял вас в число ваших своих учеников и учениц и дал вам возможность вернуться в духовный мир и там служить, продолжать служить под его руководством Господу Кришне и всем его преданным. Искренне желаю, чтобы эта церемония для вас стала таким поворотным моментом, на котором вы пойдете решительным шагом обратно в духовный мир вместе со всеми преданными, окружающими вас, и никогда не будете поворачиваться назад. Большое спасибо. Шрила Прабхупада кий-джайе Шрила Бхакти Вигянга свая Махараджа кий-джайе Шрила Бхакти Бхагаватамрита кеша свая Махараджа кий-джайе Говора Преимананде Говора Преимананде Говора Преимананде